Всем привет! С сегодняшнего дня мы начинаем цикл передач Geek of the Week, организованный совместно Олл Молдовой и Ассоциацией IT-специалистов. О чем будет эта передача? Она будет о том, что происходит сейчас и будет происходить в сфере IT. Кому будет интересна эта передача? Уверен, что и тем, кто только начинает интересоваться этой сферой, и тем, кто здесь уже давно. Кто будут наши гости? Каждый раз это будет личность с тем или иным образом интересной зрителем. Кто я вообще такой? Ну, если официально, то президент Ассоциации IT-специалистов Молдовы, основатель девелопера МД-комьюнити и сооснователь FusionWorks. Звучит немножко скучновато, согласен, но режиссер сказал, что это нужно. Итак, с кого начнем? Сегодня у меня в гостях Сергей Береснев, предприниматель, совладелец Fruitware и организатор сообщества WordPress и стартап в Молдове. Сережа, здравствуй. Привет. Итак, у меня к тебе первый вопрос. Кто ты на самом деле? Программист, менеджер, предприниматель? Окей, сложно сказать, какая часть из этих activities важнее в моей жизни. Потому что, с одной стороны, большая часть моего времени сейчас, конечно же, уходит на то, чтобы развивать компанию, которая требует большей части моего внимания. Но, с другой стороны, не хочется и как-то оставлять в стороне другие важные для меня проекты, как-то сообщество WordPress Community, сообщество Startup Молдова. И тоже хочется иногда побыть простым программистом и сделать какие-то… написать несколько строчек. Вообще, программирование нравится, да? Конечно, я безумно люблю программировать, но сейчас практически на это нет времени. То есть, с января 2013 года я, наверное, написал сотню строчек кода максимум. Мне кажется, что я написал столько же с того времени. Ну ладно, тогда не будем о грустном. Мой следующий вопрос. Расскажи немножечко про стартап-движение в Молдове. Когда оно началось? Что ты сейчас конкретно делаешь в этом направлении? Ну, я не могу сказать, что стартап-движение началось с меня. Конечно, я всего лишь принял участие в этом. Началось оно, наверное, с того, что в Молдове начали проводиться всевозможные мероприятия для стартаперов, для интерпренеров, для людей, которые хотят создавать свои проекты. То есть, проводились стартап-викенды, проводились хакатоны, были организованы мероприятия в поддержку тем, кто хочет начать свой проект. То есть, был учрежден стартап-гараж от компании SimPulse. Как бы движение, оно достаточно уже сейчас набрало большие обороты. И зачем мы организовали стартап Молдова комьюнити? Для того, чтобы консолидировать все усилия. Мы не претендуем на роль гаража, мы не претендуем на роль какого-то венчурного фонда, во всяком случае сейчас. Наша задача это свести вместе тех, кто может проинвестировать в стартап деньги, тех, кто хочет свою идею превратить в реальный действующий проект, и тех, кто готов помочь дизайном, программированием или какими-то еще специфическими навыками. Как бы вот это основная такая наша... А есть вообще определение где-то того, что такое стартап? Ну вот смотри, стартап-движение в Молдове уже идет несколько лет, было много всяких ивентов. Не считаешь ли ты, что стартапы немножечко людям поднадоели, что, скажем так, спопсилось немножечко это слово стартап? Если говорить о тренде, то да. Если говорить о стартапах как о проектах, как о идеях, то нет. Я не считаю, что это попсилось, что это стало слишком часто фигурировать, потребляться и так далее. Не надо думать, что стартапы это панацея. Это не панацея, это один из вариантов развития IT-индустрии. Потому что все-таки стартапы, мы сейчас говорим о стартапах как об IT-проектах. В принципе, не стоит, наверное, слишком много внимания этому уделять, как к какому-то ключевому событию. Но в любом случае есть люди, которые в этом заинтересованы, есть люди, которые хотят делать свои проекты, есть инвесторы, у которых есть деньги, которые они хотят вложить в эти проекты. Поэтому стартапы имеют право на какую-то часть внимания и IT-аудитории, и даже не IT, а просто людей, которые интересуются новостями. А может быть все-таки проблема немножечко в лене? Смотри, сейчас стартаперу дают все, что он хочет. На тебе мероприятия, на тебе каких-то интересных менторов. Вот тебе инвестиции, вот тебе место, вот сиди здесь, программируй, вот тебе создаем идеальные условия. Ну и в итоге слишком много человеку дают, слишком много о нем заботятся, и может быть, знаешь, как говорил Ипполит, в нас пропал дух авантюризма. Ведь многие большие компании развивались именно с того, что у людей горели глаза, им не предоставляли столько всего красивого вокруг, они просто шли к своей идее, сами развивали. Может быть в этом есть какая-то проблема сейчас? Разленились стартаперы? Да, разленились, однозначно разленились. И самая большая проблема стартаперов и стартапов, люди не должны заниматься стартапами ради того, чтобы заниматься стартапами. То есть не должна быть команда людей, которые вот хотят какой-то проект сделать, ну хоть какой-то. Ну давайте попробуем такой проект. Нет, не получилось, давайте вот такой. Нет, опять не то, давайте вот такой. То есть в сознании обывателя и даже IT-обывателя, да, такие тоже есть, возник какой-то такой образ стартапа, как нечто такое крутое, в которое чуть-чуть времени и сил вложишь, а потом найдешь инвестора и купишь себе Бен или Феррари. Хорошая перспектива. Ну хорошо, тогда вот завершая разговор о стартапах, какие успешные стартап-проекты ты знаешь, особенно если они есть в Молдове? Ну успешных стартап-проектов по всему миру очень много, если говорить конкретно о нашем рынке, то их у нас поменьше, потому что почти все стартап-проекты, они как самолет, который строился-строился, но так и не взлетел. Из тех проектов, которые я мог бы упомянуть, которые развиваются, что-то, какие-то движения происходят, они не заброшены, не оставлены, это прежде всего Instadis, ну все уже о нем наверняка слышали, читали и на All Moldova, All Fun, были интервью. Кстати, на оффлайне девелопер МД скоро они тоже будут выступать и расскажут о себе. Отлично. Так что мы узнаем о том, как они создавали этот проект. Также не могу не сказать о проекте IndigitalMD, который существует уже достаточно длительное время, его разработчик и человек, который его поддерживает, это Владимир Вьеру. Этот проект нельзя назвать именно классическим стартапом, потому что это, в принципе, информационный ресурс. Но в любом случае это проект, который создал человек, который призван что-то изменить в информационной сфере Молдовы, то есть по каким-то определениям, он тоже подходит под критерии стартапа. Еще есть ряд проектов, в том числе и твои проекты, тот же BudgetMD, который тоже, в общем-то, стартап. Ну, про свои, да, я как-нибудь расскажу, когда мы поменяемся местами, я расскажу про свои проекты. Хорошо, давай от темы стартапов перейдем к другому роду твоей деятельности. В свое время ты создал WordPress Community. Если можно, рассказать в двух словах для тех, кто не знает о том, что такое WordPress, и в четырех словах о самом комьюнити. Окей, конечно. WordPress Community объединяет программистов, дизайнеров, верстальщиков, которые работают с WordPress, и также простых пользователей, которые им пользуются, у которых есть какие-то вопросы, которые они не могут решить или которые они хотели бы решить при помощи, скажем так, местного комьюнити. Понятно, что есть в интернете очень много разных комьюнити, уже посвященных WordPress, но вот конкретно, когда я в прошлом году основал сообщество, я понял, что в Молдове еще нету сообщества WordPress. И почувствовал острое желание его сделать. На самом деле меня вдохновил девелопер МД комьюнити и Mobile Monday комьюнити. Я понял, что комьюнити и сообщество – это хорошее средство, чтобы связывать людей вместе. Ты знаешь, в последнее время подходит очень много ребят и интересуются IT-сферой. В основном это студенты, школьники. Они хотят как-то попасть сюда, зная, что здесь люди достаточно неплохо зарабатывают. Что ты можешь посоветовать вот этим ребятам? Ну, я бы в первую очередь, наверное, процитировал бы Артемия Лебедева, небезызвестного. Если вы хотите начинать работать в сфере IT, вам для начала нужно создать собственное портфолио проектов. Как это сделать? Ну, очевидно, вам надо получить какие-то знания в PHP, может быть, в HTML, в JavaScript. И для этого вам нужно пройти либо курсы. Это можно сделать, найти какие-то варианты курса в Кишиневе. Можно пройти какие-то курсы онлайн, почитать учебники. Способов масса. IT не такая сложная сфера, как она может показаться на первый взгляд. И после того, как вы получите какие-то начальные знания, надо просто делать проекты. Вы можете придумать для себя какую-то задачу. Ну, банально, например, я когда начинал, я не был HP-программистом сразу. Меня не научили этому в университете, мне дали какую-то базу, но в любом случае я сам учился. Я для себя взял задачу создать сайт с гостевой книгой. То есть, вот я сделал гостевую книгу на PHP, это был мой первый. Сейчас это уже не модно, гостевые книги. Да, сейчас это не модно, и вы можете взять для себя задачу сделать, например, простой сайт. Возьмите любую крупную компанию в Кишиневе, неважно какую, и сделайте ей сайт. Даже если у них есть сайт, неважно, сделайте еще один. Не обязательно предлагать этот сайт этой компании. Достаточно просто его сделать, положить в портфолио, сказать, вот, ну, я сделал сайт. Как бы, если вы придете устраиваться к нам, там, во Fusion Works или еще в какую-нибудь компанию, то вы сможете показать уже портфолио готовых проектов, которые будут говорить о том, что вы не просто знаете абстрактно какую-то теорию, но и готовы ее применять на практике. Итак, в концовке у нас будет небольшой блиц-опрос. Так как у Ол Молдова и у ассоциации нет денег на детектор лжи, поэтому я попрошу мою очаровательную ассистентку мне в этом помочь. Она будет держать тебя за руку и в конце скажет нам, врал ты или нет. Она будет замерять по твоему волнению. Итак, мои вопросы. Сергей Береснев, твое настоящее имя? Да. Ты женат? Да. А почему? Сложный вопрос. Потому что это важно для каждого человека иметь вторую половинку. А ты ее любишь? Конечно. А любишь ли ты свою работу? Да. А работать? Да. А что лучше, SVN или GitHub? Git. Просто. А правда ли, что айтишники много зарабатывают? Да. А ты много зарабатываешь? Да, достаточно. А наша ассистентка тебе нравится? Да. Спасибо большое. Волновался он? Говорил правду? Волновался. Немножко волновался? Молодец, не волновался. А, не волновался. Ну, прекрасно. Спасибо большое. Спасибо, Сережа. Я надеюсь, мы еще увидимся. Из друзей ты меня не удалишь. Да, спасибо. Ну, а с вами мы прощаемся. И до следующего Geek of the Week. Спасибо. 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 Продолжение следует...